Зал палеонтологии в Ивановской школе-музее Литоскле, пожалуй, один из самых лучших. Здесь можно узнать историю жизни нашей планеты. Акцент сделан на Ивановском крае. Материал для выставок собирают сотрудники учреждения, а помогают им в этом учащиеся. Они тоже ходят в экспедиции. Им удалось даже совершить несколько научных открытий. Первым мы сделали в 2009 году, как вы помните, нашли фрагмент челюсти ихтиозавра. И вот как раз в прошлом 2015 году сделали еще одно уникальное открытие. Это нашли новое интересное местонахождение Триасовой периоды в возрасте около 220 миллионов лет назад. И более того, нашли как раз жителей того периода. Это лабиринты Донты, это предки современных амфибий. Мы всегда мечтали, чтобы у нас были какие-то макеты, диорамы. И вот благодаря нашим спонсорам мы как раз сумели воплотить нашу мечту в жизнь и создать диораму, которая уже оживит картину Триасы. Реализовать задуманное помог художник-скульптор из Кирова Андрей Скворцов. Он работает в Вятском палеонтологическом музее и воссоздает макеты животных, которые тогда-то жили на нашей планете. Отразили мы такой кусок пространства, который затопило водой временно. Это, видимо, сезонное половодие. И в одном месте собрались много-много разных видов животных, у которых, видимо, начинается сезон размножения. И еще будет дополнена эта композиция рыбами, которые они будут якобы кушать. Диорама реконструирует доисторический ландшафт. Здесь, кроме животных, еще представлены и древние растения – папоротники и певромии, среди которых прячутся лабиринтодонты, которые жили на территории Ивановской области 220 миллионов лет назад. Они выполнены в натуральную величину с натуральным окрасом. Здесь мы видим ангузавра с такой длинной, вытянутой мордочкой. Побольше был ветлугозавр. Кстати, именно как раз кости ветлугозавра мы нашли в прошлом году в Жажливе. В папоротниках у нас прячется бентазух. И вот здесь проплывает тазух, более, так сказать, мелкая форма. Все они были хищниками, охотились и на рыбку, и на насекомых. И в том числе бывало, что и друг на друга. Композицию предстоит еще немного доработать. Здесь появится задник с картиной подводного мира. И тогда все станет понятно. Эти животные не парят в воздухе, а плавают. Ведь когда-то вместо суши на территории Ивановской земли было море. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново.